Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о эстрадном певце Александре Малинине и работе антикоррупционного комитета. Деятельность комитета по борьбе с преступностью и коррупцией под предводительством Никиты Михалкова расширяется с каждым днем. Уже открыто 23 филиала организаций на территории Российской Федерации. Однако в некоторых городах Российской Федерации местные власти не только не помогают открытию антикоррупционного комитета, но и вставляют ему палки в колеса. Вчера в Ростове-на-Дону произошел колоссальный скандал в связи с открытием филиала антикоррупционного комитета, на котором присутствовали сам Никита Сергеевич Михалков, Александр Ширвент и Юрий Антонов. Власти Ростова-на-Дону с недовольством восприняли открытие филиала антикоррупционной организации и, чтобы отвлечь внимание жителей города, в это же самое время устроили музыкальный концерт с участием Александра Малинина. Однако Александр Николаевич Малинин своим выступлением не только опозорил своего геройского сына, заместителя антикоррупционного комитета Никиту Малинина, но и был арестован прямо во время концерта за свое шокирующее поведение. Стало известно, что во время концерта в Ростове-на-Дону Александр Малинин исполнял антиполитические и запрещенные песни на территории Российской Федерации. К тому же известный певец позволил себе оскорбительные высказывания по поводу работы антикоррупционного комитета. Однако для Александра Николаевича Малинина все закончилось весьма печально. В середине музыкальной программы по приказу антикоррупционного комитета он был арестован полицией, а концерт был прекращен. Причина ареста – грубое нарушение законов Российской Федерации во время музыкальных концертов. В итоге открытие филиала антикоррупционного комитета в Ростове-на-Дону состоялось. Однако Никита Михалков заявил, что в городе будет проводиться глобальная антикоррупционная проверка в связи с негативным отношением власти к открытию филиала антикоррупционного комитета. Цитата! «Если власти города препятствуют открытию комитета, значит им есть что скрывать. По причине этого и будет проводиться глобальная проверка». Ну и по традиции последние новости о работе антикоррупционного комитета. Через несколько дней антикоррупционный комитет Никиты Михалкова начинает самую глобальную проверку имущества и недвижимости всех негативных элементов российского шоу-бизнеса и предателей России, проживающих за рубежом. В частности, проверка комитета коснется Семена Слепакова, певца Максима Леонидова, Андрея Макаревича, Татьяны Лазаревой, Михаила Шаца и многих других. Команда Никиты Михалкова выделила 12 миллионов рублей для строительства 20 домов для людей почтенного возраста на территории Российской Федерации. Члены комитета Игорь Скляр и Наталья Варлей арестовали ночной клуб под названием «Полярный» в Санкт-Петербурге. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете деятельность антикоррупционного комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.